всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 итак давайте в этом ролике поговорим о стеклах для ходовых тентах в текущих условиях то есть как вы видите вот передо мной лежит очередной тент на котором нужно будет поменять все стекла то есть пусть пусть дополнительно его надо весь прошить потому что сшит он нитками которые просто сгнили уже то есть прочность нити несоизмеримо ниже чем прочность самой ткани из которой он сделан ткань нормальная а вот стекла пришли вот такое вот состояние то есть нужно решать вопрос по сути своей это не первый же тент что стекла необходимо менять стекла необходимо менять необходимо перешивать тенты но если с перешивкой все понятно в принципе хотя тоже сейчас становится некоторые проблемы то простой причине что ткань плавно кончается есть альтернатив к если альтернатив стекла я нашел сейчас я об ней расскажу с альтернативой тканью если у вас ты вы обладаете ходовым тентом и в данный момент его чисто из-за стекла думаете перешивать и делать новый конечно если он вас полностью не устраивает по свою конструктиву это одна песня но если он вас полностью устраивает по конструктиву и при этом вы вы его хотите менять чисто по одной простой причине, что на нем сгорели стекла, вы думаете сделать новый тент, при хорошем состоянии тканей я бы это делать не спешил. Я бы все-таки рекомендовал однозначно менять стекла. Итак, вот тент с выгоревшими стеклами, то есть он сейчас будет в работе, вот видели, видите, можете его посмотреть, то есть это вот как выглядит тент до начала своего изготовления. То есть все элементы лежат здесь, они в принципе все в аналогичном состоянии. Причина горения это грязь, грязь на стеклах тента, про которую я говорил, то есть стекла становятся, мутнеют, мутнеют от грязи и, соответственно, начинают нагреваться в местах своего загрязнения и после этого, соответственно, начинают гореть от солнца. Раньше я применял исключительно немецкие стекла, исключительно немецкие стекла, производства Mechler, которые, в принципе, я работал с ними несколько лет, очень успешно, они мне очень нравились и нравятся до сих пор. Хотя в последнее время мне не удавалось купить Mechler морозостойки, то есть морозостойки стекол в принципе ниже была. Вот у меня сейчас в руках это вот остатки. Это, кстати, вот сейчас я произведу вам обзор 0,5 стекол, точнее, извините меня. 0,5 стекол имеет в виду толщина стекла 0,5 мм. Сейчас я найду 0,7, стараюсь. Где-то у меня были огрызки 0,7. Нет, он 5 где-то, 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 где-то было 0,7 стекло, но это вот совсем дешевый Китай. То есть я с таким говном вообще не работаю, видите, он весь зеленый, зеленый он весь изначально, то есть это вот дерьмовый Китай, хотя пишут, что он морозостойкий, но вот какая в задницу у него морозостойкость, если вот он... Я его покупал, это стекло брал у своих друзей и брал его чисто из-за того, чтобы сшить низ для бублика, для ватрушки, для буксировки. То есть вот она сделана из такой ткани. То есть просто была нужна толщина, а вот как раз характеристики, которые влияют, в принципе, на тентовые стекла, там вообще по барабану. Хотя я вам могу сказать следующее, что вот эта компания, у которой я их брал, она берет это стекло просто километрами, фигачит их на мягкие окна, и люди вот это говно получают в конечном итоге на своих мягких окнах. То есть это полная хрень. Это абсолютно дубовое, дерьмовое, самое дешевое стекло, которое только можно найти. Я с такими стеклами не работаю, то есть я предпочитаю все-таки тентовые стекла для всех изделий. То есть, в принципе, чем хорошо было немецкое стекло? Это очень высокая огнеупорность. То есть оно не то, что этот, как его называется, не только очень имеет высокую прозрачность, но вот сейчас оно здесь подзадубело чуть-чуть, и оно грязное уже, вот оно такой беловатый цвет имеет, когда оно в таком состоянии. Вот когда стекло нагревается, оно становится более прозрачным. При этом оно является огнеупорным, оно меньше будет подвержено выгоранию и всем остальным, допустим, вредным факторам. Если за стеклом за этим служить, смотрите, следите. Вот последний тент я делал недавно с использованием остатков этого стекла. Больше у меня его нет. То есть про немецкое стекло на настоящем этапе можно просто реально забыть. Ну, конечно, я могу его купить из Германии, прислать через друзей. Но пока, в принципе, я решил это не делать, потому что, в принципе, я нашел хорошую альтернативу. Итак, вот все-таки я возьму кусок немецкого стекла. Давайте поговорим о стеклах, которые сейчас я предлагаю для установки в тиран. То есть, в принципе, вот у меня здесь лежит рулон. Сейчас покажу его. Вот показываю рулон. Видите, вот ролик лежит сзади. Это рулон стекла Polycrystal. Polycrystal 0,5 мм. 0,5 мм это означает толщина этого стекла. При этом данное стекло, почему я начал с ним работать, является полностью морозостойким. То есть оно полностью морозостойкое. То есть у него сертифицированная морозостойка с минус 30 градусов. То есть я вот беру сейчас это стекло, вот оно при плюсовой, при небольшом плюсе, оно вот уже, вот я его могу мять, как угодно. Вот я его, смотрите, вот видите, стекло снял. Попробуйте сделать какое-либо другое стекло. После этого я его распрямляю. И что я вижу? Ничего. Стекло не сломалось. Это вот при этом, если я буду делать подобную фишку вот стеклом, допустим, даже с немецким, оно при такой температуре достаточно деревянное. То есть на нем могут образоваться заломы, которые могут распрямиться при нагревании, то есть при нормальной температуре. То есть, ну, говорю, у этого стекла огромная куча великолепных свойств у немецкого, которых, в принципе, ну, у китайских стекол нету. То есть, говорю, вот оно является, например, огнеупорным. То есть я его, конечно, не жег, вот, но оно является огнеупорным. Это, в принципе, очень хороший показатель для стекла. Хотя, вот сейчас передо мной несколько вариантов стекол. Вот видите, вот это стекло тоже, это тоже поликвистал. Ну, давайте рассмотрим их по прозрачности. Вот, показываю. Допустим, вот смотрите, вот поликвистал 0,5 мм, вот поликвистал 0,5 мм, с морозостойкостью минус 20 градусов. Сейчас плюсовая здесь температура. На термометре в данный момент 20 градусов. Вот показываю, вот термометр, 20 градусов в настоящий момент будет. То есть здесь очень тепло. Но даже когда, например, вот поэтому сейчас стекла все более-менее нормальные. Вот кроме этого, оно было убрано, этот, как его называть, в коробку. И на нем температура, конечно, гораздо меньше. То есть оно не нагрелось. То есть когда оно прогреется, оно, в принципе, в тепле будет такое же мягкое, как и вот эти стекла. Что будет правильно. Потому что, ну, как вы понимаете, тенты предназначены для работы все-таки в теплых условиях. Они не предназначены для хранения и для использования в зимних условиях эксплуатации. Вот сейчас, если я, допустим, поднесу это стекло кутупо, положу его просто на печку. Вот пусть оно полежит чуть-чуть на печке, на тепловой пушке. И я вам покажу, что оно будет работать вот точно так же. Вот эти все стекла, они все имеют одну и ту же толщину. Одну и ту же толщину. То есть толщина у всех стекол 0,5 миллиметров. Ну вот все. Вот смотрите, видите, вот стекло нагрелось. Вот оно стало точно таким же. Вот видите, оно тоже таким же образом греется. То есть это просто вот летом это стекло будет вот такое же мягкое. А вот стекло Polycrystal, оно мягкое изначально. То есть оно всегда мягкое. То есть оно не дубеет в этом плане вообще. Но если я брошу это стекло, вот видите, я сейчас оно у меня лежало на этом, как его называется, на тепловой пушке. Буквально вот сегодня я подогрел себе воду. Решил просто, ну, из машины подогреть. Поставил ее, вот пластик расплавился. Буквально сразу же. С этим стеклом, как видите, при нагреве на тепловой пушке не сделалось ни хрена. Вот это как раз и есть его теплостойкость. Вот. Сейчас вот оно сразу же, вот буквально я его убрал от пушки. То есть оно начало охлаждаться. Но это все для него вполне нормально. То есть вот оно мнется, распрямляется, все хорошо. Но с этим стеклом, за ним нужно, как его называется, разумеется, за любыми стеклами нужно нормально ухаживать. И нормально их хранить. Теперь. Вот два стекла, опять же. По прозрачности изначально они все одинаковые. То есть вот Poly Crystal, это имеет такую же прозрачность, как и, допустим, немецкое стекло. Разницы нет. Но, вот стекло, с которым я работаю сейчас, его можно, вот еще раз говорю, уберите, видите, мнешь, холодное, пофиг. Холод, тепло, без разницы. Реальная морозостойкость. То есть данное стекло предназначено конкретно для использования на тентах катеров. И, соответственно, оно очень великолепно. Видите, вон, смотрите, я его могу тянуть без потерь качества. То есть оно будет тянуться. Это стекло идеально подходит для замены стекол катеров. Потому что, когда ты снимаешь лекало непосредственно с катера, все равно размеры чуть-чуть могут там на какие-то десятки, например, на миллиметры, на сантиметр, может даже. Иногда на два сантиметра максимум. Потому что стекло имеет деформацию. Могут уйти. И вот за счет мягкости вот такого стекла, в принципе, все вот эти размеры при установке на катер встанут на свое место. Вот это стекло, оно изначально, в принципе, как и немецкое, то есть оно такое вот по дубове. Это стекло, еще раз говорю, что немецкое стекло 0,5, что вот это стекло 0,5 и что вот это стекло 0,5. Но складывается ощущение, допустим, что вот стекло вот это 0,5, оно, допустим, толще вот этого. Это неправда. Просто у него ниже характеристики и у него морозостойкость минус 20 градусов. Ну, а реально, наверное, минус 10. То есть потому, что оно такое вот дубовенькое. Но это честная морозостойкость. То есть в отличие вот того китайского дерьма, как его называют, ширпотреба, я его назову вот так, 0,7, который я вам только что показывал. То есть это ширпотреб, несмотря на то, что он дорогой. То есть он стоит дорого, это стекло стоит дорого, но это конкретный ширпотреб. То есть это, я не знаю, нахера его люди покупают. То есть вот конкретно то стекло. Потому что оно деревянное изначально. То есть оно деревянное, оно никогда не станет мягким, скажем так. У меня такое стекло висит в бане. В бане в виде занавески у меня валялось китайское стекло вот такой вот, этой же фирмы. Которое я вообще не знал никуда девать. А люди его ставят на ходовые тенты. То есть в результате они просто вот буквально там за короткое время начинают разрушаться, мутнеть, лопаться. Там и с ним происходят разные вещи. Вот. Так что сейчас в данных условиях, как еще раз говорю, брать стекло больше толще 0,5 для использования в ходовых тентах, наверное, все-таки абсурд. На мой взгляд. Почему абсурд? Абсурд по той простой причине, что ну у вас какая задача? То есть сделать деревянный дом себе. То есть все должно, на мой взгляд, в тенте должно все хорошо тянуться, удобно складываться, быть максимально комфортным и долговечным. Поэтому говорю, вот я сейчас начал брать эти стекла. Я думаю, что они как раз должны удовлетворить вот этим всем потребностям. Это не полиуретан. Это ПВХ стекло. Это очень качественное ПВХ стекло. И независимо от того, что одно может быть чуть более, кажется, жестким, чуть более, из-за того, что оно кажется более жестким, более твердым, оно кажется толще, на самом деле нет. То есть вот это стекло гораздо круче, чем, например, вот такое. То есть оно и дороже, и, в принципе, качественнее. Потому что у нее, еще раз говорю, это нормальное морозостойкое стекло, которое имеет очень высокую прозрачность. Видите? Ну, оно сейчас грязное, я его весь все заляпал уже. Очень высокую прозрачность. Вот оно. Смотрите, вот показано. Которое в данный момент, на мой взгляд, в качестве альтернативы немецкому стеклу наиболее оптимально использовать на тентах, катеров и, допустим, яхтах. Или в моторных водах. Без разницы. Скажу честно, что изначально немецкое стекло приходило так же морозостойкое, но потом оно куда-то исчезло и больше я его купить не мог. То есть все время присылали стекло, которое было более толстое, но оно не более толстое. Оно имеет ту же самую толщину. То есть просто по ощущениям оно жестче. И кажется, что вот даже вот это вот стекло, которое вот такое дурговое, вот у него максимально, я думаю, что это где-то 0,7 миллиметра. То есть не больше. То есть вот это стекло, которое такое на ощупь кажется вообще деревянное, то есть крепкое. Но на самом деле крепкости никакой здесь речи не идет. То есть это обычное 0,7 стекло, вот точно такое же китайское, как лежит здесь. Даже, наверное, может быть 0,5, потому что вот 0,7 конкретно оно реально толще. Но просто за счет того, что оно сгорело, задублело, оно приобретает вот такие свойства. Чем хорошо еще морозостойкое стекло? Во-первых, его можно применять не только в катерах, его можно применять для гибких окон. Соответственно, потому что, ну вот, например, при применении морозостойкого стекла в гибких окнах это будет, ну, скажем так, достаточно грамотно. Потому что, в принципе, на улице им будет удобно пользоваться в любую тепловую температуру, в принципе, в регионе в нашем. Конечно, если у вас погода, вы делали, работаете в регионе, где, например, температура, ну, к примеру, там, минус 50 зимой, минус 60 зимой, то, разумеется, там любое стекло превратится, рассыпется просто мгновенно. То есть, поскольку армирования у него никого нет, а чисто ПВХ, конечно, там разрушится. Но, если, допустим, это регион средняя полоса, то, конечно, вот, использование морозостойких стекол однозначно более грамотно, чем, допустим, все остальные стекла. Принципиальное отличие морозостойкого стекла от полиуретана, при той же самой мягкости, при той же самой мягкости, при достаточно высоких отрицательных температурах, полиуретан желтеет, а ПВХ нет. То есть, допустим, если вы решили себе сделать гибкие окна из полиуретана, это, конечно, будет долговечно, но вы через один сезон столкнетесь с явлением, что стекло у вас станет желтого оттенка. То есть, поэтому, если вы не хотите это делать, то, соответственно, нужно выбирать нормальное стекло из ПВХ. Но из хорошего ПВХ, еще раз говорю, то есть, вот из такого ПВХ, если вы сделаете окна, они будут мягкие. Ну и плюс ко всему, конечно, что не всегда владельцам лодок удается нормально следить, допустим, нормально складывать стекла, обращать на это внимание, потому что более, допустим, менее морозостойкие стекла, их надо обязательно скручивать. Их надо обязательно скручивать, обязательно подготавливать. Вот даже вот, ну я любые стекла, вот сейчас стенд подготовлен к отправке, вот показываю, он выглядит вот таким макаром. То есть, он намотан на бобину для транспортировки. Вот, специально. То есть, это самое правильное решение, то есть, потому что, чтобы не повредить ни при транспортировке, ни при хранении, все-таки избегать заломов при любом раскладе. То есть, а так, вот такое стекло, в принципе, его можно сворачивать в нужный карман вместе с дубами, убирать, потому что при просушив, разумеется, то есть, ему ни хера не будет. То есть, оно будет мягким, сохранять свою мягкость однозначно. Вот такое стекло, альтернатива, появилось немецкому. Работать я сейчас буду исключительно с ним. Как еще раз говорю, раньше, первые рулоны немецкого стекла, которые мне приходили, они были точно такие же. То есть, 0,5 стекло было точно такое же. Потом я от немцев не мог подобиться никакого результата, не мог добиться результата от дилеров, и все остальные немецкие стекла мейклеровские приходили как бы жестче, из-за того, что у них была более низкая морозостойкость. А так вот, очень хорошее стекло. Можно заказать у меня, перешить тенп ваш, если у вас вот таким макаром изменили стекла. Можно заказать перешивку, и, собственно говоря, я эту операцию для вас сделаю. Так что вот, или можете, если вы занимаетесь производством гибких окон, например, либо этих патеров, то имейте в виду, что вот надо брать вот такого плана стекла. Не надо стремиться там за жесткостью, то есть там еще за чем-то. Потому что, еще раз говорю, чем стекло при одинаковой толщине, вот два стекла имеют одинаковую толщину. Толщина у обоих 0,5. Но вот это стекло кажется более дуговым, и оно кажется из-за этого более толстым. А это стекло кажется мягким, хотя они абсолютно одинаковые. Но вот это стекло будет значительно дороже, чем вот это. Вот такие вот вещи про стекло, про гибкие на сегодняшний день. Это то, что можно выбрать из Китая. Вот, все остальное, что я видел из Китая, это полное говно. Вот, его даже не стоит рассматривать в качестве альтернатив. Вроде бы, говорят, Япония, Япония, кристалл, Испания стекла вроде бы делает, но визуально я их не видел, их не щупал. Морозостойкость их также не проверял. Но, и далеко не факт, что покупая испанское или японское стекло, вы не купите просто вот такого плана качественный Китай. Потому что хрен вы его определите, что, допустим, если вы покупаете в отрез, хрен ли вы его реально отличите от, допустим, даже морозостойкого немецкого стекла. Так что вот такая вот штука. То есть, ну, я отличу, например, то есть я знаю оттенки стекол, а, например, вы маловероятно. Так что вот, если будут вопросы, надеюсь, ролик был для вас полезным и познавательным. Я знаю, что меня смотрит дофига народу, кто занимается изготовлением тентов, изготовлением конструкций, изготовлением гибких окон и всем, допустим, всеми остальными вещами. Вот. Для них этот ролик будет еще и полезным. Потому что, говорю, что вот я для себя выбор сделал, то есть я перешел вот на это стекло в данный момент. Может быть, конечно, я еще раз говорю, может быть, я привезу еще ролик немецкого стекла, пару роликов. Вот. Ну, после общения вот с данным материалом, в принципе, я, наверное, необходимость в этом потерял. То есть я не вижу смысла переходить и геморроиться из-за принципа продукции, которая по качеству, ну, есть ряд параметров, которые у немцев значительно выше. Но я не вижу смысла, допустим, к ним каким-то образом. Потому что вот это вот, в принципе, очень хорошая замена. Очень хорошая замена на сегодняшний день. Все. Спасибо за внимание. Вопрос через почту. Почта 11-23-собака.ru Пишите, обязательно отвечу. А так, до свидания. Продолжение следует.